здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке мы продолжаем изучать программу photoshop и заодно побываем в санкт-петербурге санкт-петербург это 4 по численности город в европе после лондона москвы и стамбула переходим программу photoshop в этом уроке мы будем разбирать полезные интересные инструменты это из группы кадрирование либо рамка здесь у нас четыре инструмента в этом уроке мы познакомимся с первым инструментом рамка либо crop по-английски а ближайших следующих уроках разберем следующие инструменты из этого списка я работаю версии photoshop от 19 здесь появились новые инструменты новая кнопка например c6 вот этой кнопки не было я открыл фотографию дворцовой площади откройте эту же фотографию она прикреплена под видео которое вы смотрите здесь на фотографии изобретена как вы видели александровская колонна высота этой колонны 47,5 метра слева у нас находится здание главного штаба с триумфальной аркой а правее у нас находится зимний дворец где у нас располагается сейчас эрмитаж часть людей считает что само слово санкт-петербург происходит либо названа в честь петра первого но на самом деле это не в честь петра первого город так назван в честь святого петра это один из апостолов иисуса христа а само название санкт-петербург существовало до 1914 года и теперь в данный момент это у нас санкт-петербург это у нас был небольшой экскурс в историю санкт-петербурга давайте вернемся к нашему инструменту это инструменту рамка выберем этот инструмент как вы видите стоят соответствующие настройки поставьте именно такие настройки то есть чтобы эти же галочки либо опции стояли чтобы у вас было как у меня то есть в левом параметре у меня стоит верхняя галочка в соотношении здесь как вы видите у меня пустые поля здесь у меня стоит сетка либо правило можно выбрать дальше здесь давайте поставим галочку здесь берем галочку такие настройки этого инструмента по умолчанию при загрузке photoshop а теперь захватите за какой-нибудь крайний маркер я возьму верхней левой и потянем к центру и видим что у нас происходит скрытие за пределами основного прямоугольника также можно видите перемещать левее правее это что за пределами спрятана серой области у нас отрежется давайте попробуем оставить где-то нашу колонну так вот по центру где-то вот в таком соотношении и щелкаем применить галочка у нас выполнить кадрирование либо нажать на клавиатуре enter чтоб выполнить это действие жмем я жму клавишу enter и получаю обрезанное изображение то которое нам нужно здесь действие принципе простое но здесь есть дополнительные настройки которые дают интересные эффекты и давайте мы это изучим я отменю это действие открою палитру история которая как вы знаете находится в меню окно поставьте здесь галочку и щелкаем на соответствующей иконке сверху и возвращаем первоначальную фотографию периодически мы будем отменять действие чтобы пробовать на изначальной фотографии то что нам нужно теперь давайте подробнее рассмотрим вот это окошко здесь вроде все понятно идут пропорции те которые можно задать 11 это у нас квадрат давайте выберем квадрат то есть видите здесь из него нельзя сделать прямоугольник только квадрат выбирая другие соотношения мы получим другие пропорции и вот сейчас вы смотрите видео возможно в ютюбе и соотношение сторон в ютюбе это 16 9 давайте выберем вот этот формат но видео которое вы смотрите имеет не просто формата еще размер самом деле видео которое вы сейчас смотрите я записывал разрешение 1280 пикселей по горизонтали и 720 пикселей по вертикали если посмотреть в этом списке у нас здесь нет этого формата есть вот похожие 1280 на 800 но это другой размер давайте здесь создадим свой размер который мы можем потом быстро использовать для этого я отменю это действие жмем на кнопочки отмены и как вы видите у нас теперь бились эти показатели и я буду если сейчас начну использовать этот инструмент то это будет с этими параметрами чтобы обнулить и выбрать то что нам нужно можно нажать кнопочку очистить жмем на эту кнопку и здесь тогда мы можем писать те цифры которые нам нужны давайте здесь пишем размером видео которое вы смотрите сейчас на экране 1280 пишем на 720 а максимальное разрешение этого видео видим что подставилось на соотношение 16 к 9 но заданных размеров и вот в этом режиме выбираем в меню новый набор кадрирование чтобы запомнить создать свою закладочку жмем левой клавишей здесь нам photoshop предлагает ввести это имя либо можно переписать его на другое меня это устраивает жмем ok теперь зайдя в эту же закладочку мы видим что у нас появилась запись этого параметра щелкаем применить если проверить реально ли мы ввели эти параметры и приняли их photoshop это можно проделать следующим образом зайдите в меню изображение то есть имидж здесь выберите вот эту опцию размер изображения перейдя в пиксели вы можете видеть что четко присутствует та величина которую мы задали ширины и высоты с этой закладкой мы разобрались создайте здесь свою закладку такого размера либо что-то подобное дальше жмем кнопочку очистить теперь давайте рассмотрим дальше у нас идет параметр выпрямить чтобы его проиллюстрировать я обратно оставлю александрийскую колонну и наведя на боковой маркер угловой немножко поверну вот таким образом чтоб наша колонна стала немножко под углом сделайте то же самое и где-то мы поставим в центре но сделайте чтобы у вас белых полей не было где-то вот так и жмем применить получаем колонну под углом вот следующий инструмент поможет это выровнять для этого щелкаем на соответствующей кнопочки появляется видите значок этого инструмента и просто вот щелкая слева направо я провожу по горизонтали теперешней линии горизонтом площади и вот так вот отпускаю видим что этот инструмент чувствителен вертикали и наша колонна становится теперь уже вертикальной попробуйте сделать то же самое и дальше к жмем на кнопочки применить я отменю это последнее действие чтоб колонна у нас стало под углом это же конечно можно сделать и без этого инструмента просто на глаз то есть давайте это проделаем выделяем нашу картинку и просто вот так вот ее поворачиваем без этого инструмента ориентируясь на сетку чтоб колонна стояла при вертикали то есть можно сделать и этим методом и этим методом далее обратно выделим нашу картинку следующая кнопочка у нас вспомогательные здесь можно регулировать видите нанося разную сетку на наше изображение используя золотое сечение золотую спираль либо используя вот горячие клавиши например клавишу 0 смена типа сетки при нажатии на клавишу 0 попробуйте это проделать давайте дальше рассмотрим следующую кнопку здесь ряд параметров например можно регулировать непрозрачность и например цвет отрезаемой области давайте выберем здесь заказной и выберем например красный цвет теперь давайте обрежем наше изображение вот таким образом выставим этот параметр и теперь у нас как мы видим есть например показатель чеченную область либо не показать то есть можно сразу видеть результат нажимая на клавиатуре клавишу h попробуйте это проделать сейчас я нажимаю давайте здесь вернем предыдущие настройки поставим подобрать холст попробуйте поменять параметр непрозрачность переходим к следующей кнопочки это удалить отсеченные пиксели чтобы эту кнопку проиллюстрировать давайте отменим наши внесенные изменения и давайте сначала уберем этот показатель то есть снимите эту галочку и посмотрим выделяем александрийскую колонну видим за пределами то что у нас обрежется и жмем применить у нас обрезалась но если мы повторно выделим например какую-то область видим что предыдущая область которой мы отрезали она у нас принципе не отрезалась а просто скрылась за пределами вырезаем области то есть если мы хотим переделать мы можем восстановить то область которая уже на самом деле отрезали это если галочка у нас не стоит то есть не будут удаляться области за пределами давайте жмем здесь применить а вот теперь давайте поставим вот эту галочку выделяем этим инструментом какой-то кусочек сейчас видите область существует то есть это настройки предыдущего инструмента но если мы это применим жмем применить и повторно выделим еще раз то видим что вся часть фотографии за пределами уже у нас отсутствует там где у нас была триумфальная арка жмем применить и если мы снимем вот эту галочку назад и попробуем заново проделать это же действие то есть применяем и еще раз то видим отрезанная область если вы сняли эту галочку не восстанавливается только если мы отменим это действие вернемся по истории назад только так можно вернуть отрезанные куски разберитесь с настройками этой галочки давайте сейчас ее поставим назад теперь рассмотрим следующую галочку с учетом содержимого данном случае эта галочка у нас пока снята и давайте посмотрим выделяем обратно александрийскую колонну и давайте здесь ставим часть вот области за пределами здесь у нас присутствует белый цвет потому что пробники цвета слева у нас стоит фоновый цвет белый и жмем применить видим что белую область у нас остается это у нас галочка снята отменяем наше кадрирование ставим эту галочку и теперь проделаем то же самое увеличивает область единственное что меняем соседнюю галочку удалить отсеченные пиксели это будет у нас с прозрачным фоном либо без прозрачного фона предпросмотре давайте оставим здесь на белом фоне происходит интересное действие видите у нас белый фон заменяется клонированными кусками если вы рассмотрите видим что здесь у нас циклически продублирована часть картинки чтобы замастить белую часть текстурой то которое у нас было рядышком в каких-то маленьких пропорциях это вполне оправданно то есть если это происходит в небольших вот таких соотношениях то это практически незаметно и выглядит вполне естественно давайте вот так вот сделаем жмем применить видим что сверху облака добавились вполне естественно но если это будет происходить например вот таким образом например уже много я укажу за пределами целевой фотографии жмем применить то есть это оправданно где вы будете делать в небольших размерах добавлением фоном либо вот в каких-то вот таких фотографиях где присутствуют более-менее однородный фон и открою ладожское озеро здесь вот если добавить например левее где-то вот так вот текстуру и жмем применить то увидим принципе шва мы не наблюдаем но если бы задали больше тупо это стало уже заметно попробуйте это проделать если сказать еще пару слов о самой колонии то она была создана императором николаем первым памяти победе его старшего брата александра первого над наполеоном прообразом для создания этой колонны послужила колонна в риме трояна которая 38 метров также колонна в париже памятник наполеону которая была 44 3 метра ну петербурге решили конечно сделать круче так как они наполеона победили и их колонна конечно не может быть ниже колонна наполеона и сделали ее на три метра с лишним повыше также ведутся на самом деле споры как ее строили видите что здесь леса находятся в каком-то помещении то есть предполагается что это колонна не строилась период когда она официально появилась она существовала гораздо раньше ее просто реконструировали либо достали видите из соответствующего помещения вот так же в другие слайды которые показывают совершенно другие леса эти данные говорят в пользу того что эта колонна не при императоре николая первым была воздвигнута а гораздо раньше мы обратно немного углубились в историю санкт-петербурга в следующем уроке мы продолжим изучать программу photoshop на примере зимнего дворца где у нас находится эрмитаж и мы разберем следующий инструмент это инструмент кадрирование перспективы переходите к этому уроку если у вас есть вопросы по текущему уроку задавайте спасибо за внимание жду о следующем уроке а а а а Продолжение следует...